Сегодня мы начали наш рабочий день со встречи на рынке в Унгенах. У них здесь базарный день в городе. Очень много людей, сотни, может быть тысячи людей. Очень тепло нас встречает. И практически все люди задают вопрос, что будет с патентами. Этот вопрос задают и по всей Молдове, особенно в торговых местах, где мы часто бываем. Наша позиция простая. Патенты должны быть сохранены. То есть патенты, пока не создана какая-то альтернатива, людей нельзя лишать патента. Потому что только здесь работают сотни людей, а по всей республике их десятки тысяч людей, которые работают с патентами. То есть патенты должны быть сохранены, особенно для, в первую очередь для людей, которые сами работают, сами производят продукцию, сами торгуют. То есть это даже не обсуждается. Ну что правительство хочет отменить патенты в течение одного-двух лет, это неправильно и мы это не приемлем. А в ряде случаев, например, мы были в Чемишли, подошел один человек и говорит, я вернулся из России, открыл в селе сапожную мастерскую. Ну, примар мне разрешил, там дал какое-то помещение, я начал стучать молотком, чинить. И пришли налоговый инспектор, участковый пришел, еще какие-то контролеры. И говорят, вы должны заплатить сразу 10 тысяч лей. Ну, человек говорит, откуда я возьму 10 тысяч лей, я еще не сел, не встал. Как можно в селе заработать 10 тысяч лей, ремонтируя обувь? То есть это просто такие вопиющие случаи. Вот таким людям, там, сапожник, парикмахер, которые что-то делают, мастера какие-то, ремесла. Их нужно вообще освобождать от налогов на 3 года, на 5 лет. Вот пусть они работают, а не так, что не успел человек ничего сделать, его же просто убивают. И человек сказал, я закрываю свою эту сапожную мастерскую и опять возвращаюсь в Россию, потому что здесь это просто такое терроризирует меня. Но на патентах некоторые делают такой полукриминальный бизнес. Например, в Кишиневе маршрутные такси. Все знают, что маршруты в Кишиневе, они там принадлежат депутатам парламента, министрам, генералам, полковникам полиции. Они раздают каждому водителю по патенту, якобы они патенщики. Но на самом деле они не патенщики. Такие же вещи происходят в торговле, в больших торговых центрах. Вот здесь, когда происходит обман, уклонение от уплаты налогов, здесь надо наводить порядок. Но вот такие люди, которые просто работают, у них нет другой работы. Если у них забрать патент и не создать что-то взамен, они просто завтра окажутся на улице без средств существования. С одной стороны, это требования международных финансовых организаций. Они якобы говорят, что они наводят порядок в налоговом администрировании. Что якобы через патенты происходят какие-то махинации, уклонения от уплаты налогов. Но это вопрос, люди не виноваты в этом. Это не они в этом виноваты. Виноваты, наверное, есть какие-то полукриминальные элементы, которые этим занимаются. И во-вторых, сама налоговая администрация должна правильно проводиться. Это первый момент, как бы требования МВФ и других. А второй момент, они хотят забрать этот бизнес, просто те, кто связан с центральными властями, с местными властями. Забрать весь этот бизнес под свою крышу, открыть какие-то торговые центры. И снимать просто сливки с этой торговли. Потому что здесь все-таки крутятся какие-то деньги. А людей просто сделать наемными продавцами и платить им копейки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!